Здравствуйте! Шава-Гтофа-Гутевоха у нас 123-й урок по Мишли, мы находимся в 15-й главе и достигли 8-го, по-моему, 8-го предложения, если я не знаю, да, 8-го предложения. Говорит Шлома-Меллах, жертва нечестивых мерзость перед Всевышним, а болитва благочестивых благоволение Его. На иврите это звучит следующим образом. Зевах-Рашоим-Таават-Гашем, вэтфилат-Ешорим-Рацано. Жертва Раши – это мерзость Гашему, а молитва Ешорим, человек, который праведный, Ешар, она является желанной перед Творцом. Начнем с Мальбима, который говорит, что имеется в виду, Икар-Зевах – суть Зеваха, жертвы. Эйн-Ган-Юрцэ-Мимэну, га-Зевах-Ацмо – это не то, что от слова желанна, самого жертвоприношения, но Ра-Га-Кавана, но именно намерение Шем-Аре, что человек показывает Шем-Ит-Харет-Аль-Хатах, что он раскаивается в своих грехах. О, или же, Ши-Им-Азевах-Ит-Ваде-Вейт-Палэ-Ла-Шем, что если Зевах, во время Зеваха человек горит видой и молится Всевышнего, в Швихат-На-Шо, выворачивая свою душу, им Швихат-Дам-Азевах так же, как выплескивается, выворачивается кровь жертвоприношения, жертвы. Но Ра-Ша, га-Би-Лсэ-Азэ-Ф-Рошо, который не оставляет свой грех, в Ха-Шеф-Ли-Рат-Сод-В Germateau, он имеет в виду, стать желанным Всевышнему посредства и жертвы самой, это противно Творцу. Но и Шорим, прямые люди, им не нужно жертвоприношение, им нужна только твила. И это становится желанным Всевышнему. И слушают Всевышние молитвы даже без приношения жертвы. Здесь Мальбиум довольно скользкий, я бы так сказал, поскольку может сложиться впечатление, что молитва праведного человека, она выше, чем его же жертва, и жертва праведника вообще не нужна. А это неверно. Поскольку жертвоприношение выполняет все функции, которые молитва не может выполнить сама по себе. Вначале я прочитаю, что говорит Гаон, а потом попытаемся разобраться, о чем идет речь. Гаон говорит, «Зевах расшоем тавадешем» – «Жертва нечестивца» – это мерзость перед Всевышним. «Зевах», говорит он, в отличие от Мальбиума, Гаон начинает говорить, что «Зевах» – это шломим. Это жертвоприношение, которое называется шломим. Мальбиум, весь этот пасук, объясняет, что речь идет про жертвы хатос, когда человек должен говорить «ведуй» и «за авейрод, который он сделал». Мальбиум говорит, что пасук говорит про жертву шломим, аргументируя тем, что во всех гемород и во всех псуким «Зевахом» называется именно жертва шломим. Как сказано, «Имзевах шломим» – он переводит пасук из Ваикра, где называется словом «Зевах» Корбен, которое называется шломим. Шломим – это жертвоприношение, которое приносится без авейрод, которое сделал человек, приносится как надава, как желание человека принести какое-то жертвоприношение для того, чтобы посвятить его Всевышнему, сделать что-то хорошее Ашему. И это жертва надава, которая приносится, и она называется словом шломим от слова «шалэм» – цельный шалом, то, что делает мир между Всевышним и этим миром. Часть жертвы на Мизбехе, на жертвеннике воскуряется, часть съедают кавиним, и часть съедают хозяева этой жертвы. «Вэйн рацун гашемид барех» – нету желания Всевышнего, говорит Гаон, «чтобы человек приносил жертву хатас, жертвоприношению за хэт, альро мялалав, за зло, которое произошло, киэн рацану», потому что Всевышний не хочет, чтобы человек согрешил, а потом принес жертву за свой грех. И также со всеми остальными, карбонот, которые приносятся за грех, Всевышнему, в принципе, он против этих жертв, он дал возможность принести эту жертву, но рацун гашема, желание Всевышнего, как легко понять, чтобы жертвы эти не приносились, и чтобы люди не совершали авирот, после которых надо принести жертву хатас. Жертва хатас приносится за авейру, которую сделал человек в Бешоге, к случайным способам, не зная о том, что это авейра, но если бы он сделал ее разрешенным способом, то он бы был хаяф, внес бы наказание карета, или мета, или смертной казни. Например, человек, который живет с женой, которая находится в состоянии Нида, то они должны принести, если это не Бемези, то бы Шоге, к случайным образом, то они должны принести корбон, жертвоприношение хатас. Человек, который нарушает шаббат, например, не зная, что сегодня шаббат, то он должен принести жертвоприношение хатас. И так далее. Понятно, что Всевышний всего этого не хочет, и не хочет этих жертвоприношений. Но шломим – это другое совершенное явление. Это жертва, которой хочет Всевышний. Потому что они не приходят, они никак не связаны с хэтом. Шломим не приходит за хэт, как говорит Гемора в звохе. Лобаим альга хэт. Не приходит за Аверл. Но при этом... Я потерял. Вот. Потому что они не приходят за хэт. Но при этом зевых расшоем таава. Даже шломим, который приходят нечестивцы, даже это является таавой для Всевышнего, мерзостью для Всевышнего. Потому что они остаются нечестивцами. Они не совершили Аверл, за который нужна жертва хатас. Они совершили... Они приносят сейчас жертву шломим, который надава. Вроде бы, как делают какой-то позитивный поступок. Но при этом, если они расшоем в других вещах, они делают какие-то другие Аверл. То для Всевышнего эта жертва не угодна. Она является длиной мерзкостью. Но молитва Ешорим, она является желанной для Всевышнего. Потому что сегодня молитва приходит вместо жертвоприношения шломим. И также вместо жертвоприношения хатаса. И других жертвоприношений. И несмотря на то, что Тфилот, они не только вместо Корбана, но, тем не менее, они являются желанными Всевышнего в тот момент, когда человек делает это с искренней тшовой. В отличие от Мальбима, Гаон не пишет, что Тфилот занимает большее место, чем жертвоприношение. Быводай, убыводай. Я не знаю, Мальбим просто лодиек балашану. Он, безусловно, это тоже не имеет в виду. Безусловно, жертвоприношение праведника вместе с молитвой более желанно, чем молитва. Речь идет о том, что когда жертвоприношения вдруг приняли некий облик того, что люди приносят жертвоприношение, при этом не делают никакой тшувы, продолжают вести себя их в войсках и так далее, то подобные жертвоприношения не являются желанными Всевышнему. Здесь мы с вами должны коснуться, поскольку мы находимся внутри практически разрушения храма Тишибиава и затронули эту тему, то мне как бы очень тяжело пропустить кусочек, который читается в Шаббат Хазон в виде авторы, когда Ишияу Анави, пророк Ишияу, в первом перекис, фактически в начале своего пророчества, говорит Послушайте слова Всевышнего, люди, которые называются кацинэй, начальники, прародители, руководители города Сдом. Послушайте Тора Телакейну вместе с городом Амора. Зачем мне нужно много ваших жертвоприношений? Говорит Всевышний, Савати я насытился олот, вашими ойлот, эйлим, вашими баранами, вэхэлов мэриэгем, и хэловом, который вы воскуряете, и дам парим, и крови ваших парим, ваших животных, жертвоприношения, быков, квасим, баранов, ваатудим, лохофасти, и все это будущее я больше не хочу. Китаволи, рот, панай, когда вы придете, чтобы увидеть шахину, божественное присутствие в храме, миби кэш зот мэйдэгем, кто этого просил от вас? Ромэс хацэри находится в разрушении мой хацэр, мой двор. Лотосифу не надо добавлять гави минхас шаф и приносить минха, хлебное жертвоприношение, впустую. Кторас, воскурение, которое вы делаете, таавагили, это мерзость для меня. Ходэш вэшабас, жертвоприношение рушходэша и шабата, мусофы, ходэша и шабата, карамикра, лоухаля вон ваацэра, я не могу больше выдержать их, они не нужны мне. Хачэйгэм умаадэйгэм, жертвоприношение на рушходэш и на праздники, сана навши, душа моя, говорит Сивышний, ненавидит. гаюалайли торах вынилэти носа и мне тяжело их нести, это мне для, тяжело мне это и тяжело мне выносить все это. и так далее. Я не буду зачитывать все, это длинная автора, которая читается в шабат хазон, шабат перед Тишебеавом, в этом году она читается в Тишебеав. И Шаэлханави говорит фактически то, о чем предупреждает Шлома Амэлах задолго до того, как был разрушен храм. Впрочем, Шаэлх сейчас говорит эту главу тоже до того, как храм был разрушен. Но тем не менее, Шлома Амэлах предупреждает нас и говорит, что Зева хорошо им, жертвы нечестивцев это таава для Гошема, это мерзость для Всевышнего. И Шая уже говорит о том, что теперь наступило то время, о котором говорит Шлома Амэлах, что жертвы нечестивцев превратятся в мерзость для Творца. Гагро здесь объясняет, здесь есть комментарий вильнюсского Гаона на это место, и он говорит, Кацанэйс дом, почему их называют Кацанэйс дом, здесь Гагро идет, Гаон идет по такому простому комментарию, он говорит, что в Сдоме были главные руководители Сдома, законодатели города Сдома, они же были законодатели Амора и остальных городов. И они там, в Аморе было много людей, в Сдоме было их меньше, но они были главные нечестивцы. Поэтому про Сарим говорится с дом, а про людей говорится Амора. Зачем мне нужно много ваших жертвоприношений? Это относится к тому, что сказано в Геморе Брахот. Человек, который молился и ошибся, он должен молиться заново Тфилат Недава. То есть, человек сделал ошибку в молитве, он должен перемаливаться Шманаэсера, но поскольку есть сомнения, вдруг он уже выполнил митсу, то он должен молиться Тфилат Недава, дополнительную молитву, как молитва Недава, как добровольную молитву, как добровольное жертвоприношение, если есть добровольная молитва. Шманаэсера можно молиться сколько угодно раз в день, добавив что-то к этой молитве и сделав ее добровольной. Он перемаливается, добавляя. Но, если он не может лить кавен, он не может во время молитвы молиться с каваной, то эта молитва, не только добровольная, но даже обязательная молитва, она ненужная, она лишняя, Говорит Гаон. И здесь сказано, на самом деле есть Рамо, который так посак в Шульханорухе, что человек, у нас есть Галаха в молитве Шменаэсера, человек, который молится молитву Шменаэсера, он должен в первой брахе, минимальная кавана, это кавана первой брахи, если он не был Митковен в первой брахе, он не отвлекался, не задумывался, о чем он молится в первой брахе, то ему нужно повторить Шменаэсера и молиться заново. Это говорит Шульханорух, это геморрофактически, Шульханорух приводит ее на Галаху. Рамо добавляет и говорит, но для нас не нужно этого делать, потому что кто сказал, что мы сможем лейтковен в первой брахе? Мы еще раз просчитаем опять без каваны, поэтому лучше не перемаливаться, оставить так, как есть, потому как катастрофа на самом деле. Даже одну браху из 18, Рамо говорит, что мы не в состоянии в большинстве случаев лейтковен. Как бы не очень приятная такая Галаха, но это Галахалэмайса написанная. Агро здесь говорит, что человек, который не может лейтковен, то даже основная его молитва является лишней. Но он говорит, что здесь сказано, а лот, хейлов, дам, жертвоприношение, все сожжения, жир, который воскуряется на жертвеннике и кровь, которую кропят на жертвеннике. Здесь идет намек на три вида людей, изучающие Тору, не для того, чтобы выполнять Тору. И про этих людей сказано, что лучше бы он не родился на свет, это геморро Иерушалми. И это соответствует три этих вещи, соответствует то, что не любит Всевышний в жертвоприношениях, которые сделаны без надлежащей каваны. Это соответствует сегодняшнему изучению Торы, не для того, чтобы исполнять. Трем частям Торы. Микры, Танах, Мишна и Гемора. Дам, кровь. Это первая авойда, о которой идет речь, то есть изучение Танаха, микры, ксуким. Поэтому сказано про дам три вещи. Парим, квасим, ватудим. Три вида животных, которые приносятся на жертвенник. Это сказано про кровь, которую не хочет Всевышний. Она соответствует Тору, пророкам и Писаниям. Так же, как Ойла является Калиль, она полностью сжигается на Мизбехе. Так же Мишна. Каждое слово Мишны – это деним и галахот. И про Мишну – это второй вид, который нежелательен Всевышнему. То есть Алот, то есть та Тора, та Мишна, которая изучается не для того, чтобы выполнять. Хэлов. Он только частично приносится на жертвенник. И он такой хороший, жирный и так далее. Так же Пилпуль, Гемора. Так же изучение Тора, Талмуда. Алиидей Пилпуль, вопросов и ответов. Кушьет, Терецим, Шаклаватария. Споров, которые рождаются, из которых выходят законы. Про них сказано, что многие учат Мишну и Гемора, но для того, чтобы лекантер, для того, чтобы обвинять, сказать, вот как это неправдоподобно, как это то, как это сё, как это неверно. Про этих людей сказано, что Всевышний ненавидит эти жертвоприношения, ненавидит это изучение Тора. Сане навши. Моя душа этого не выносит. Поэтому сказано про Алот и Хэлов, сказано про жертвоприношения Алот и Хэлов, сказано Савати, я насытился. Но про тех немногих, которые учат Псуким, кусочки Танаха, для того, чтобы нападать, сказано Лохофацти. Мне это изучение Тора неприятно. Про кровь сказано, что это не является, тоже сказано, Лохофацти, я не желаю, не хочу этой крови. Но Хэлов сказано Лосавати. Что я Савати, я пересытился этими изучениями, такими видами изучения Торы. Он продолжает, я хочу зачитать всего Гаона на это место, поскольку это связано, как бы мы совсем находимся перед этим кусочком Ишаяху. Если Шламам и Лохофацти вдруг заговорили на одну и ту же тему, то, может быть, это поможет кому-нибудь хотя бы как-то прочувствовать, понять Рафтару, которую мы читаем в эту субботу. Поэтому я хотел бы ее чуть подробнее разобрать. Хацари, мой двор. Есть два двора, два двора, которые есть в храме. Эзрат Исраэль во Эзрат Нашим. Место женское и место Исраэля. И они находятся, им соответствуют две внутренних комнаты. Гейхали, Кодыш и Гдашим. Две части храма. Это Гейхаль, там, где стоит Минара, золотой жертвенник, и Кодыш и Гдашим, где стоит Арон Кодыш, где находится Крежали Совета. И также в сердце человека есть два хацера и два хедера. Два желудочка и два... Так оно и на иврите называется хедер, я не знаю, как это назвать. Две комнатки и два желудочка. Два предсердия и два желудочка. Так вот, он говорит, что сердце устроено точно так же, как Бейт Мигдаш. И это Пашут Альписот. И это очевидно любому здравомыслящему человеку, который понимает тайную Тору, говорит Агро, то есть Каболу. И оба этих хацерот, они для занятия Торы и для внутренним, и для внешним. И это Пшат, Сот, Драш, Ремис, четыре отдела, которые мы знаем, из которых состоит Тора. И эта Тора должна войти в сердце, а не остаться только на уровне какого-то понимания. Это фактически некое продолжение того, что я говорил на прошлом уроке, что Тора должна стать даатом, она должна стать михуберет, соединенным с человеком. И он говорит, что когда вы придете видеть мэлик, мое лицо, говорит Всевышний. То есть утром, когда вы придете для того, чтобы видеть по ним Гошема, это Тфила Шахрис, речь идет об утренней молитве, то не добавляйте минху дополнительных просьб и так далее. То есть здесь речь идет от Филаминхи. Не добавляйте хлебных жертвоприношений, это молитва минха. Кторот, которая является для меня неприятным, это вечерняя молитва, которая соответствует воскурению кусочков жертвоприношения, которые делаются по ночам. Это молитва, которая является ршут, которая свободная молитва. Все эти молитвы, о них говорит Всевышний. Кто просил от вас этого Шахриса, так как вы его молите? Потому что утром еще ты не испачкался своими делами, ты испачкаешься после Шахриса мерзкими. Потому что всю ночь человек спал и было более или менее хорошо. Утром, когда он встает, и сердце еще не шалем, не цельно по отношению ко Всевышнему. До Минхи. Поэтому он говорит, что Минха, она Шаф. К Минхе ты мог бы уже что-то, чего-то достичь за этот день. Если ты ничего не достиг и молишься Минху, то этот Филат Шаф, это пустая молитва. К концу дня это уже просто таава, если человек живет так, как многие из нас живут. Это кусочек, я даже не думаю, что надо дальше продолжать. В общем, более или менее понятно, что хочет сказать Гаон, как он учит этот пасук из Ишаяху. Гаон переводит этот пасук, эти псуким, он переводит на наше время и на наш процесс службы Всевышнего изучения Тора и делания Митцвод. И он говорит, что поскольку в наше время жертвоприношения заменены не жертвами, а молитвами, то ваши молитвы, Шахрис, Минха и Марев, соответствуют тем жертвоприношениям, о которых говорит Ишаяху, Нави, пророк. И посмотрите, чему они соответствуют и желанны ли они Всевышнему. Это призыв Гаона, который относится к нам сегодня. Призыв, который он перевел то, что говорит Ишаяху, на наши дни. Теперь вернемся к тому, что говорит Шлома Амелах и Ишаяху в буквальном смысле, то есть ко времени Байдамикдаши. Шлома Амелах говорит, что жертвы, которые вы приносите, даже жертвы Шломе, если вы остаетесь Рошоем, то неужели вы думаете, что они желанны Творцу? Нет, они являются для него мерзостью. Я хочу обратить внимание на такую агоду. Я не взял Геморрогитин, поэтому это та агода, которая все время читается в Тишебяф, очень известная агода о разрушении Второго Храма. Когда Веспасианус вернулся в Рим и оставил своего сына Титуса, который занимался осадой Иерушалаема, прошло некоторое время, не входя в детали, Титусу удалось разрушить Байдамикдаш. Титусу удалось войти в храм, и первое, что он сделал, он взял меч и стукнул мечом на порохот за навеску, которая разделяет между Кодыш и Кодыш Игдашим. Между святое и святая святых. То место, где к этому моменту там уже не было Арон Кодыша, Арон Кодыша же был спрятан, во Втором Храме его не было, он был только в Первом. Но Титус бьет мечом по занавеске, и на занавеске появляются капли крови. Титус понимает, так как, в общем, поняли бы большая часть из нас, он понимает, что ему удалось ранить Всевышнего. Он срывает это порохот, он снимает эту занавеску, заходит туда, расстилает ее в Кодыш Игдашим, приводит туда блудницу, и в Кодыш Игдашим совершает акт с блудницей. То есть, он хочет сделать то, о чем я, в общем, говорил на прошлом уроке. Если кто-то его слышал, то он может сопоставить и понять. Существует понятие Гдуша, святость. Для того, чтобы дат, познание, знание, соответствие этой души существовало, должна быть Гавдала, должно быть разделение. Разделение, которое существует всюду. Бейн Кодыш Лехоль, между святыми будней. Бейн Кодыш и Кодыш Игдашим, между святой и святая святых. Должна была находиться занавеска. Без этой занавески, если ее не было, то Кодыш Игдашим теряла свою душу. Гавдола, она нужна. Разделение. Это нужно для того, чтобы отделить и осветить какое-то место. Всегда все упирается в стенки. Есть стена между Храмовой горой и Хейлем. Есть стена внутри, между Эзрат Нашим и Израт Гварим, Израт Исроэль. Между Израт Исроэля, Израт Левит, между Левим и Коэн, между Уламлом и Сбех, между Залом и Жертвенником, между Залом и Гейхалем, между Ихалем Кодыш и Кодыш Игдашим. Каждый раз, если эта занавеска теряется, если это разделение теряется, то теряется это к душе. Все, она исчезает. Что хочет сделать Титус? Первое, что он делает, понятно, что он сжигает весь храм, уничтожает все отделение, все посвящение, все отделение Творцу. Это его цель. Но первое, что он сделал, когда уже вошел внутрь, он бьет по занавеске, разделяющей между Кодышей и Кодышим. В это время выступают те капли крови, которые впитались в занавеску от тех жертв Йомкипора, когда Коэн Годаль брызгал на занавеску. Внутренние жертвы были козла, быка и так далее, которые давали копору всему народу Израиля. Это брызгание происходило именно на занавеску для того, чтобы подчеркнуть отделение между Кодышей и Кодышим, сделать разделение, отделить верхнюю к душе от более низкой к душе. В этот момент, когда это к душе, это разделение теряется, то теряется понятие даат. Нету гавдолы, нету даата. Нету даата, нету гавдолы. Мы это говорили на прошлом уроке. Титус, естественно, он не может понять, что произошло. Он не может понять, что в этот момент в мире ушла часть к душе, часть святости. И именно из-за этого часть копоры, возможность лейткопер, возможность получить копору за авиарот, возможность авоиды, она утрачена. И это та кровь карбонот, которая выходит наружу, та кровь жертвоприношения, которая выходит наружу. Естественно, что Титус не может этого понять. Но он понимает, что какой-то бгам, какой-то изъян к душе он внес. Он объясняет это на том уровне, на котором он может понять. На уровне, близкий к уровню Титуса. Он говорит о том, что я нанес рану Всевышнему. В каком-то плане он кибаяхоль, как будто бы прав. Потому что к душе, которая спускается в этот мир, она действительно повреждена. После того, как он убирает этот порох с каплями крови, то он приводит туда зану и совершает акт прелюбодеяния в Кодыжик Дашим. В место, куда мог войти Коэн Годаль только один раз в году в Йом-Кипр. Ничего страшнее, вроде бы как, придумать невозможно. Большего хулина, большего охуления, большего осквернения трудно себе представить. Говорит Гемора, что в тот момент, когда Титус это сделал, вышел Батколь, вышло эхо небесного голоса. Я думаю, что Титус этого голоса не слышал, но мы его слышали. Через Гемора он дошел до нас. И говорит Гемора, что раздался Батколь, который сказал, Раша, Бен Раша. Раша сын нечестивца, нечестивец сын нечестивца. Ты думаешь, что ты что-то сделал? Ты думаешь, что ты в чем-то преуспел? Ким Хатхина Таханта. Ты перемолотую муку. Ты думаешь, что ты разрушил Байтмигдаш? Байтмигдаша давно уже нету. Приносится жертвоприношение, но их нету. Поскольку еще Шлома Амеллах сказал, что в тот момент, когда Амисреэль станет Рашоем, то Зевах Рашоем, Тавад Гошем, жертвы Рашоем являются мерзкими для Всевышнего. Поэтому те жертвы, которые сейчас приносились, эти жертвы были не нужны. Тебя использовал Всевышний, как некоторое кили, как некоторое оружие, в общем-то, в какой-то степени лишенные свободы выбора, для того, чтобы просто закончить какие-то действия, и чтобы гнев Всевышнего не был на Амисреэль, послал его на камни и на материалы для того, чтобы перемолоть перемолотую муку. И Шаяо Ганави за много времени до разрушения храма, я не знаю, честно говоря, не подумал, что надо посмотреть, когда это пророчество было, но за энное время до разрушения храма, И Шаяо Ганави пишет о том, что Всевышний говорит вам, народу Израиля, что так, как вы сейчас приносите жертвы, это говорится про первый храм, не про второй. Титус – это второй храм, И Шаяо говорит про первый. Но жертвы, которые вы приносите, они бессмысленны, они не выполняют никакой своей функции. И это причина, по которой Акодыш Барагу разрушает и первый, и второй храм, и разрушается он именно в Муце и Шаббат, как я говорил в прошлый раз, для того, чтобы показать, что в этот момент исчез, исчезла пхина, бгам, который был, он был в пхине, который называется даат. В сфере, который называется даат. До этого место достиг бгам из-за того, что Амисраэль приносили жертвы не так, как нужно было приносить. Теперь Шлома Амеллах говорит, но даже Тфила, я очень сильно меняю то, что говорит Мальбим, и говорю папирушу Гаона, думаю, что Мальбим имеет в виду то же самое, но сказал несколько таким языком непонятным. Гаон объясняет, все комментаторы объясняют так же, как Гаон, кроме Мальбима, но Мальбим, думаю, что он не имеет в виду так, как в прямом переводе я вам перевел. Говорит Шлома Амеллах, но даже после разрушения храма. В случае, если ваши Тфилот станут Тфилот Садиким, Тфилот Ешарим, молитвы, которые молятся люди, которые называются Ешарим, то эта Тфила, она сработает лучше, чем жертвоприношение. В Адай, безусловно, что жертвоприношения Шлома Амеллаха были сильнее, чем Тфилот Ешарим. Но после того, как вы перестали быть Шломами, а превратились в то, во что превратился Амисраэль, когда Титус входит в Бэтмикдаш, то в этот момент Титус не сделал ничего, все сделал Амисраэль. Он стам, так вот, на иврите слово стам. То есть, наказание он за это получит, понятно, но это килкуль в мир, искривление в мир. Внесли наши жертвы, поскольку они перестали выполнять функции Корбана, они перестали лекарев нас, как одыш барагу. Поэтому в них нет никакого смысла. Но сегодняшние молитвы, если мы поднимем их на нормальный уровень и станем Ешарим, то эти молитвы выполнят функцию Корбанод хотя бы на каком-то уровне. Шинамар, как сказано в том же Ешаяху, ванишалма парим сфатейну. И будем платить вместо быков нашими устами. Это тикун, который у нас может произойти. Наши молитвы, наши, я имею в виду Ешарим, если мы выйдем на уровне Ешарим, на уровне праведных людей, то наши молитвы могут достигнуть очень многого. Теперь я хочу остановиться, хотя бы на несколько минут, раз я уже об этом заговорил. Мы читали это, я не помню, в прошлом или позапрошлый раз, когда мы учили это в Мишле. Я по недостатку времени не буду туда лазить. Просто напомним, что существует понятие Авадад Гошем, служба Всевышнему, Лишма и Лолишма. И существует разница между Цадик и Ешар. Эти две вещи нам надо сейчас сопоставить. Цадик – это человек, который идет по большой широкой дороге, по той дороге, по которой идут Дерри Гамеллах, по которой идут большая часть людей. И он не может достигнуть, вырваться, оторваться от коллектива, достигнуть очень высокого уровня. Но он обладает значительно меньшей опасностью упасть, свернуть по неправильному пути. Есть много маленьких, узеньких дорожек, по которым можно достигнуть значительно более высокого уровня, чем на большой дороге, но где есть значительно больший риск попасть не туда, куда надо. Разница между Цадиком и Ешар. Ешар выбирает свою индивидуальную дорогу, понятно, что внутри заповеди Торы. И он выше, чем Цадик, но при этом у него есть больший риск. Это первое накуда. И второе накуда, второй элемент, на котором надо остановиться, существует понятие службы Всевышнему. Лишма и лолишма. Во имя небес и не во имя небес. Во имя Творца и не во имя Творца. Пшадхапашут – простое понимание, что человек, который служит Всевышнему ради награды Валамаба, потому что он хочет заработать награду будущего мира, он служит для себя, ради награды, а не ради выполнения мецвод, ради того, что замыслил Всевышний. Ишлом Амелых дал нам совет, как мы учили, я не помню, в прошлом, в позапрошлый раз. На самом деле это не очень сложно найти. Который говорит, что в 35-м предложении прошлой головы он говорит, что человек, который служит, а кодыш браху, ради награды в будущем мире, если он москиль, если он умный человек, то он может превратить свою службу в Абада Лаошем Лишма, службу Всевышнему Лаошем Шамаем во имя небес. Поскольку он может продумать цепочку рассуждений и понять, что а кодыш браху создал этот мир для того, чтобы привести его к Аламаба, чтобы дать награду Амисраэлю Валамаба. И если он служит для того, чтобы получить награду Валамаба, но не для того, чтобы мне было хорошо, а для того, что поскольку это и есть рацион Гошем, это и есть замысел Всевышнего, то тем самым он превращает свою Авоиду в Авоиду Лишма, несмотря на то, что он продолжает рассчитывать на награду. Но на награду не ради себя, а на награду ради Всевышнего. Ради того, чтобы исполнилось желание Творца. Может быть, кто-то помнит, мы это обсуждали. Так вот, Тфилат Ешарим – это те немногие, те единицы, которые идут по узкой дороге, которые хотят учить Тору, служить Всевышнему. Мама Шлишма, именно Лишем Шамаем, не обращая внимания ни на награду, ни на то, ни на сё, у них понятно, что есть больше возможностей споткнуться, потому что их таких очень мало. И поскольку они идут по очень узкой тропинке. Но, если они обладают ещё датом Леоскиль, как сказано в прошлой главе в 35-м посуде, то эти люди, обладающие возможностью думать и понимать, они сделают свои молитвы такими, что все их просьбы, включая все просьбы, 18-ти брахот Шманаэсера, которые они молятся, они будут молиться для того, чтобы... Возьмём любую браху, которая из Шманаэсера. Например, человек, который молится Рафаэйну, Гошем Ван Рафаэ. Такая актуальная тема для очень многих людей. Всевышнему мы молимся для того, чтобы он вылечил нас от болезни и вылечил наших близких от болезни и так далее. Стандартная кавана обычного человека, цадика, который молится об этом, это... Человек хочет исполнить митцвы в Афталреха Камоха, люби ближнего, как своего себя. У меня есть кто-то знакомый, которому плохо, у него болит здесь, там и тут, и я хочу, чтобы у него перестало болеть, чтобы он не мучился, поэтому я говорю Мишеберик, и вальнюсь Шманаэсера на тему того, чтобы ему стало хорошо. Человек, который ешар, человек, который из немногих, который находится на более высоком уровне, он будет молиться, чтобы тому же самому Ревену перестало болеть для того, чтобы у Ревена были силы служить Всевышнему, поскольку желание Творца, чтобы человек Миколе Акохот из всех своих сил служил Всевышнему. И это обращает молитву из молитвы ради кого-то, ради человека, ради своего знакомого, в молитву Лешма. И это то, что сказано. Тфилат ешарим является рационом. Татфила прямых людей, она превращается, она становится угодной Всевышнему. Выйти на этот уровень, я не знаю как. Потому что, когда у человека чего-то болит, он прежде всего хочет, чтобы у него оно прошло, и в этот момент думать, что мне надо, чтобы у меня прошло, чтобы я учился, если сильно болит, то обычный человек в это время, не все люди в состоянии думать, что они хотят выздороветь только для того, чтобы были силы учить Тору. Не все, скажем прямо. Есть такие. Они называются ешарим. И то же самое относительно всех бакашот, всех просьб, которые есть во всех молитвах. По Нусаху Ашкинас мы читаем в Тахнуне шестой псалом. По Нусаху Сфара читается другой псалом. Тот псалом, который приведен в Шульхонорухе и в Рамо. Мы читаем Ашкиназим, читают не тот псалом, который является настоящим Тахнуном. Маген Авраам приводит, почему он думает, что изменился Менхак, и считается другой псалом. Потому что псалом, который настоящий Тахнун, который считается по Нусаху Сфарат. Там Давид Гамелох молится и просит Всевышнего о каких-то благах, о том, чтобы Всевышний убрал на него и сурим, несчастье, которое приходит со всех сторон. Болезни, враги, все одновременно, все, кранты, сил моих больше нету, говорит Давид. Но кончает он этот псалом, вторая половина, говорит о том, что все эти просьбы я сказал, потому что я хочу, чтобы стало лучше, чтобы у меня были силы служить Тебе Всевышней. Но если ты, Гошем, считаешь, что для службы тебе нужно вот эти вот и сурим, то делай так, как тебе хочется. Главное, чтобы я выполнил свою авадад Гошем в том виде, в котором я должен выполнить. Пишет Маген Авраам, что мы сегодня не в состоянии так считать Тахну. На Филата Паим, когда мы падаем на руку, мы должны иметь Кавану Лимсор себя Всевышнему, передать свою душу Творцу. Человек, который этого не делает, это опасно. Поэтому из-за недостатка Каваны мы так не молимся и изменили на другой псалом. Это шита Маген Авраама, и Лымайса, Ашкиназим молится другой псалом, потому что боятся, что помолятся без Каваны. Это то, о чем здесь говорит Шламу Амеллах. Он говорит, что, когда я вторую часть пасука объясняю, Филат Ишарим, молитва вот этих людей, которые Ишарим, настоящая молитва с полной Каваной, она является рационом, она является угодной Всевышнему. Но понятно, что карбонот, который со всей Каваной, будет иметь еще более высокий уровень. Это немножечко я соединил, просто потому что очень трудно на одну и ту же тему с Гавторой, которую мы будем читать вот в этот Шаббат, Шаббат Хазон. И хотелось бы этого вторую не полностью как бы проспать, а что-то получить от того, что сказал Ишаря Оганави. Этот Шаббат так и называется, Шаббат Хазон. Поэтому я решил, что раз уж так получилось, что Башгоха Протис, частное влияние Творца, послала нас в те самые псуким, которые имеют отношение к Тишебиаву, то поэтому я решил немножко объяснить эти вещи для того, чтобы Лаагдир определить это не только для вас, но и для себя тоже. Продолжим дальше, к следующей пасук, это девятый пасук. Говорит Шлома Амеллах. «Мерзость перед Господом, путь нечестивого, а ищущего правды он любит. Злое наказание, своротившемуся с пути, ненавидящее обличие умрет». Я прочитал сразу два пасука, и посмотрим, как Мальбин с ними разбирается. Говорит Мальбин. «Тавад гашем дэрих раша» «Мерзость для Всевышнего дорога раши». «Кмошеба маасе готов, так же, как в хорошем пути». «Гаикар гуа кавана» «Когда человек идет по правильному пути». «Главное – это кавана, в элоа мааса, а не действие само, которое сатерит эль каванато, которое входит в противоречие с каваной. Так же в раше. Кроме того, что он ненавидит рашу, из-за действий, которых делает Всевышний, не любит раши, из-за тех действий, которые он делает, плохих действий. Так же путь раши, по которому он идет, это приблизится ко злу, и это является, сама цель является мерзостью перед Всевышним. Потому что он идет по дороге гаевы, гордыни, мести, жестокости, и его душа приближается и приближается ко злу. И это таава, и это большая мерзость, чем сами по себе действия. Потому что из этого вырастает зло, которое бы кавана, с каваной к этому двигается душа человека. Что это еще более тяжелая вещь, чем действие тела человека. Как написал Рамбум, что «гиргурея вэра, кашиммия вэра». Что мысли об Аверот, они более трудные, чем сами Аверот. А человек, который преследует праведность, несмотря на то, что он не достигает этого цедока, этой праведности, но бежит по направлению к ней, и мошкия в нее, и вкладывает в это много сил, и каваны своего тела, его любит Всевышний, потому что для него является главным духовность. Мальбим говорит, что пшат этого пасука Шлома Амеллаха это пшат того, что пишет Рамбум, «гиргурея вэра, кашиммия вэра». Мысли об Авере, они более трудные, чем сама Авера. И понятно, что здесь это непонятно. Понятно, что непонятно. Потому что есть много гемород и псуки, что Всевышний никогда не наказывает за мысли, Всевышний наказывает только за действия. Человек, который мыслит, хочет сделать Аверу, но не делает Аверу, за этого человек не получает наказание. За Аверу человек получает наказание, но за мысли об Авере никогда. Хорошие мысли Всевышний засчитывает, присоединяет к действию. Мысли к Аверу Всевышний не присоединяет. Что тогда имеет в виду Рамбум, и что имеет в виду Шлома Амеллах? Читаем, как объясняет этот пасук Гагро. Агро говорит, Таавад Гошем Дерих Раша. Неприятно для Всевышнего дорога нечестивца. Что сам Дерих, сама дорога ему противна. Мирадев Тздока, но человек, который бежит за Тздокой, за справедливостью, то есть он бежит за остальными людьми, чтобы помочь им. И он пытается осуществить Митсву Тздоку. Такого человека любит Всевышний. Он любим перед них. Эта дорога кажется Всевышним любимой. Как сказано, Это пасук из Дгилем, который говорит, что Всевышний знает, любит дорогу праведника, а дорога нечестивца будет исчезнувшая. Гагро практически ничего не добавляет к Мальбиму, но он не идет по пути, по которому идет Мальбим. Мальбим выбирает довольно скользкий путь, соединяя это с Рамбомом и объясняя, что Всевышний больше не любит цель, которая делает, и то, к чему придет человек, чем сами действия. Комментаторы Мальбима, Рамбома, которые говорят, Гергуре Авера, мысли об Авере тяжелее, чем сама Авера, комментаторы объясняют, что речь, конечно же, не идет о том, что человек замышлял сделать Аверу и не сделал Аверу. Речь идет о том, что человек сделал Аверу и делал ее ради Аверы. Вот об этом сказано, что Авера сделанная случайно, сделанная непродуманная, это Авера более легкая, чем Авера сделанная осмысленно, скованной с желанием совершить Аверу. Об этом говорит Рамбом, что мысли об Авере тяжелее, чем сама Авера. Но никак нельзя сказать, что человек, который хочет сделать Аверу, не делает это легче, чем сама Авера. И можно увидеть, что Мальвим пишет именно это. Он пишет, человек, который делает Аверу, Всевышний переживает по поводу Аверот. Но есть еще одна вещь, которая путем Аверы происходит, и поэтому она еще тяжелее, Акодэшбургу, чем сама Авера, а именно результат, которого человек достигает. Я попытаюсь перевести это на немножко другой язык, но это и есть Каванам Альбима. Нефиш Гахаим пишет, что человек, который делает Аверу, каждый своей Аверы, он вносит туму, нечистоту, бгам, в строение всех миров, которые связывают его со Всевышним и весь мир со Всевышним. Каждая Авера, кроме того, что это действие, она вносит еще какой-то бгам в весь мир, изъян в весь мир. И этот изъян для Всевышнего, результат Аверы, еще тяжелее, чем само действие. Потому что действие Аверы, оно неприятно, оно противно, оно таовано. После того, как получился изъян в творении всех миров, то нужно этот изъян каким-то образом исправить, каким-то образом устранить. Здесь, в этом изъяне, существует два параллельно, одновременно существующих подизъяна. Один изъян в душе человека, который сделал Аверу, любая Авера, без исключения, вносит какие-то изъяны либо в Нефиш человека, либо в Руох человека. Мы знаем, что у человека есть пять отделений души. Из них три, которые постоянно называются, из них две нижних, это Нефиш и Руох. Нефиш обычно называется животной душой, Руох более связан с более высоким видом души. Аверот, который существует, который делает человек, они тоже связаны либо с Нефиш, либо с Руох. С Нишамой ни одна из Аверот не связана. Но, когда человек делает какую-то Аверу более низкого уровня, некошерная еда и так далее, он вносит изъян в то, что находится очень близко к телу человека, а именно в свою Нефиш, в свою низкую часть души, низшую часть души. Этот изъян, который очень тяжело исправить, но каким-то образом возможно. Человек, который делает Аверу в более высоком, на более высоком уровне, например, Мигалэ, Панимбатара, например, человек, который неправильно посек Галаху, специально я имею в виду, неправильно говорит Галаху, учит истории те вещи, которые Маширабейну и Акодышбарагу не давали Акодышбарагу Маширабейну на горе Синай, а человек выдумывает какие-то вещи, которые имеют очень косвенные отношения к Торе и так далее, и выводит это из Торы. Этот человек вносит значительно более серьезный Ибгамим, и этот Ибгамм вносится в более высокий уровень души, который называется Руах. После того, как эти Ибгамим и все это другое существуют в человеке, человеку для того, чтобы каким-то образом убрать этот изъян, ему нужно сделать Шуву, Йомкипор и так далее, не будем сейчас входить в эти моменты, эта тема больше Йомкипора, чем наша тема, но человек, который не сделал Шуву, не принес Корбан, не сделал того сего пятого и десятого, то в этом случае этот Ибгамм остается, и, соответственно, эта душа не вгемит, она находится в состоянии вот этой ущербленности, и этот ущерб может вылечить. Только одиннадцатый пасук, десятый, мы потом прочитаем и одиннадцатый пасук, который написан в этой главе, который рассказывает о том, как человек упадает в Гейном. Гейном может убрать тот Ибгамм, тот изъян, который сделал человек, или его раскаяние в идеальном варианте жертвоприношения, о которых мы читали, что о них думает Всевышний в восьмом пасуке и так далее. Человек же, который стремится к дздаке, стремится к справедливости, митсву дздоки, или какой-то другой митсву, любой, но человек, который гонится за митсву, он делает обратное, он устанавливает более крепкий, более близкий кэшер, связь между собой своей душой и Всевышней. И он выводит каждой своей митсвой, свои две души, нефиш и руах, на более высокий уровень, поднимает их все выше и выше. Это то, о чем говорит Мальвим, что человек, который делает Аверот, кроме самой Аверы, есть еще одна страшная вещь, это результат Аверы. Человек удаляется от Творца, он тумит свою душу, он превращает все свое составляющее, всю свою духовность, начинает терять и превращает ее в невероятное количество изъянов. Теперь, кроме этого, кроме изъяна, который есть в душе человека, о котором я только что сказал, есть еще один изъян, который вносит каждый Авера, который делает человек. Это изъян в строение всех миров. Мир происходит от слова Гаулам, от слова Гейелэм. Любая Авера рождает дополнительный Гейелэм. Гейелэм это сокрытие. Любая Авера, которая делает Амисреэль, она рождает дополнительное сокрытие. Любая митсва, она притягивает свет. Любая Авера, она притягивает хошек. Поэтому, кроме того, что Всевышнему неприятно то, что противно, то, что человек теряет свой уровень, делая Аверу, кроме этого, Гакодыш Барагу удаляется от этого мира, Кибаихоль, как будто бы, путем каждой Аверы, которую делает каждый и каждый из народа Израиля. И это уже как бы Бгам, который вносится во все миры. Но человек, который преследует Сдоку, учит Тору, совершает митсвот, он устраняет эти Бгамы, даже если они сделаны другими людьми. Устранение Бгамов возможно другими людьми, но устранение Бгамов собственной душе человек может устранить только путем либо Чувы, либо Исурим, либо Гейном, который тоже является Исурим. Это пшат этого девятого пасука. И думаю, что мы в Изра-Дашим успеваем еще один пасук сказать, который я по-русски уже прочитал, если я не ошибаюсь. Злое наказание своротившему с пути, а ненавидящий обличие умрет. Он немножко более длинный пасук, но посмотрим, хватит ли у нас силенок. Говорит Шлома Амелах. Плохой мусар тому, кто оставляет путь, но человек, который ненавидит тахахот, упреки, он умрет. Читаем Альбима. Ешь мусартов у мусара. Прежде всего, Мальбим приходит с некоторым хидушем. Он уже это неоднократно писал, наверняка кто-то помнит, что есть два вида мусара. Хороший и плохой мусар. Мусар мусартов. Что такое хороший мусар? Мусар это всегда действие, помните, да? Это всегда страдание. Мусартов это когда запугивают наказанием, которое будет в будущем нечестивцев. И это заставляет человека собрать свои силы и заставить их для того, чтобы человек не ушел с прямого пути, с правильного пути, с пути добра, поскольку он боится будущего. Это мусартов. Когда человеку говорит, ах ты, такой-то, сикой-то, разгильдяй, если ты так будешь продолжать, то тебе такой гейном будет, что тебе очень не понравится. Человек, который не глупый человек, он подумает, а гейном это что-то такое нехорошее где-то слышал. Может быть, не стоит. Мусара. Что такое мусара? Это когда на человека приходят тяжелейшие и сурим, и горькие, страшные и сурим, страдания. И это делает Всевышний для того, чтобы он оставил тот путь нехороший, по которому он идет. То есть, человек, который уже идет по неправильному пути, он его оставляет. Но человек, который идет по пути мудрости и оставляет его. И этот человек, который называется Шана, вы пари, человек, который учился и отделился от Торы. Такого человека Всевышний наказывает Иссурим Кашим тяжелейшими испытаниями, тяжелейшими наказаниями, тяжелейшими несчастьями. Если он видит человека, человек, который видит, что ему приходят Иссурим, на него приходят несчастья, как должен вести себя человек, на которого бросается несчастье? Говорит Геморов в трактате Ирувина Фашпешбе Маасав, Брохас, извините, Брохас, то он должен поискать свои действия, в чем проблема, которая произошла. Если он не нашел, говорит Гемора, поискал и не нашел, ни одной Авери нету, все изумительно, то Итлеба Бетель Тойра, ты должен подвесить под Бетель Тойра. Поскольку Бетель Тойра есть 100% у каждого человека, если ты не нашел ни одной другой Авери, то знай, что это из-за Бетель Тойра. Вальедей Мусарра, то есть человек за то, что плохо учился, а Иза Мусарра, плохого Мусара, и ела Тахахот, ему приходят Тахахот, упреки, то есть словами, то есть Шемит Вакхим, Тахаха от слова веков, спор, что спорят с ним, доказывают ему и показывают ему разумность правильного поведения и что Всевышний недоволен тем, как он себя ведет и что он больше бы не возвращался к своей глупости. Если он любит эти упреки, то он вырастет над собой, вылечится от всяких испытаний, а если он ненавидит Тахахот, Тахахот, упреки, то результатом будет то, что к нему придет Мусар-Ра, плохой Мусар. Это то, что говорит Мальбим. Гаон говорит, что Мусар это всегда Исурим, то есть Всевышний Идбарех приводит Исурим-Михуарим, какие-то неприятные Исурим, уродливые Исурим, для того, который идет по дороге, то есть Гаон несколько раз нам говорил, что есть разница на иврите между словом Дерих и словом Орех. На русском обычно приводят Орех это путь, а Дерих это дорога. Но Гаон объясняет, что Дерих это широкий путь для многих, а Орех это путь для единиц, узенькие тропинки для каждого в отдельности. То есть это маленькие, короткие дорожки. А именно человек, который начинает свой путь с того, что он выбирает, махмирит, устрожает и начинает делать сегев на вшо. Он начинает заставлять свою душу быть как можно более праведным. После этого он самостоятельно уходит с этого пути. То есть из пути такого поруша, человек, который отделен от мира и старается подняться как можно больше духовно, человек, который устал, отделяется от этого пути. И из-за этого Всевышний на него направляет новые несчастья за то, что он оставил вот этот Муссартов. То есть Гаон объясняет Муссартов человек, который сумел подняться над средним уровнем, поднялся в правильном направлении службы Всевышнему, но потом устал, разочаровался, не знаю, что случилось, и он начал уходить от этого пути. Уходить от этого пути. Гаон считает, что этот путь правильный путь для человека. И в этой ситуации Всевышний ах, ты отказался от своего пути, я тебе, ты делал для себя, какие-то Иссурим отказывался от этого мира ради Торы, теперь ты пришел к миру из Торы, то я тебе покажу, как правильно себя вести, и Всевышний показывает ему другие Иссурим. Человек, который ненавидит тахахот, он умрет, объясняет Гаон, тахаха, упрек, это то, что идет разговором и душой. Поэтому сказано, он умрет. Что имеется в виду, что он умрет? То есть человек, который отказывается воспринимать в спор, который ему в споре пытается открыть истину, открыть Всевышнего, он отказывается это делать. У этого человека Бгам его находится в даате, как мы уже говорили, в атрибуте даат, атрибут хибура, соединения. И он не хочет идти от от зла до тех пор, пока он не умрет. Так объясняет Ралбах, один из комментаторов. Мусар это действие, которое не в душе, а в теле человека. Поэтому здесь сказано, что человек, который отказывается от тахохот, он получает удары по телу. Но человек, который полностью отказывается, и никакие тахохот, никакие доводы разума не срабатывают, то ничего здесь сделать невозможно. Единственным лечением является смерть и следующий пасук, который рассказывает про гееном, но этим мы займемся в другой раз Боизра до Шим. Сейчас большое спасибо, до свидания.